Нина Абрамова Нина Абрамова говорит, что мультипликаторов, как минимум, могут определиться две черты – умение танцевать и ярко выраженная мимика. А если у мультипликатора не очень подвижная мимика, то чаще всего мультипликация дается с трудом. Потому что один из главных друзей мультипликатора – это зеркало. То есть, допустим, мы хотим отобразить какую-то мимику, мы вскорчим рожи в зеркало. Или подходим к большому зеркалу, начинаем делать движения. Но когда уже какой-то стаж есть, то уже это и не надо. У людей этой профессии есть свои шутки, слова, которые понятны осведомленным людям. В этом нет ничего удивительного, все они творческие люди. Нина Абрамова родилась в Рязани, училась в 60-й школе, затем в 39-й. Далее получила специальность швеи-вышивальщицы, но не связала себя с этой деятельностью. Вообще у меня была очень творческая семья, не то что была, они до сих пор творят, мои родители. Мама Нины работала бутафором в кукольном театре, отец – декоратором в театре драмы. Сейчас он продолжает писать картины, а сама Нина с детства начала понимать, что ей нравится больше всего. Дома у нас тоже был свой театр, потому что мне мама сделала маленьких куколок в коробке, и я с самого детства двигала эти штучки. И, видимо, уже тогда у меня началась тяга к такому подвижному творству. Позднее, окончив училище, Нина Абрамова решила, что хочет делать мультики, но… Рухнул Советский Союз, перестали выпускать пленку, все технологии, которыми раньше делали мультипликацию, закончились, и, в общем-то, мое тогда желание с мультипликацией свою жизнь связать не получилось. Получилось это гораздо позднее. Вообще, жизнь Нина Абрамовой все эти годы была очень насыщенной. Она состояла в мультипликационном кружке, работала на киностудии при РГРТУ. Одно время была ее руководителем, до этого пробовала себя не в творческих профессиях, после одной из которых, не имея опыта, устроилась работать полиграфическим дизайнером, умея хорошо рисовать с детства. Я подошла очень основательно, подготовила портфолио, потренировалась на компьютерах у своих друзей, прошла эти курсы, а еще у меня была очень большая такая уверенность в том, что мне это надо. И поэтому, в общем-то, меня взяли. Потому что один из там дизайнеров, который был, посмотрел на меня свысока и сказал, это, это лучшее, что приходило к нам за последнюю неделю. Затем знакомство, общение. И постепенно Нина выбрала для себя другую работу. Начала заниматься созданием детских анимационных пособий. Сейчас это ее основной вид деятельности. Мне нравится, потому что это не просто мультфильмы, это мультфильмы, которые могут детям чем-то помочь. И, соответственно, от меня зависит, как они это увидят, как они это примут. То есть мое преподавание детям происходит через эти мультфильмы. Обучающие пособия по безопасности, анимационные книги – и все это для детей для школьного и дошкольного возрастов. Но к этой работе Нина пришла благодаря своему хобби. Со своей командой они долгие годы делают мультики для души. Работы завоевывали и первые места на конкурсах. Например, это под названием «Граффити». В далеком 2009 году, еще в начале мультипликационной деятельности Нины. У меня к тому моменту была коллекция, я так называла, коллекция любви. То есть я ездила по всему городу на велосипеде с фотоаппаратом и фотографировала красивые надписи «Я тебя люблю» на стенах. У меня там собралось большое количество фотографий, и мы решили сделать такой маленький ролик на эту тему. По сюжету парень, похожий на хулигана, ночью подходит к расписанной плохими словами стене и рисует не что иное, как сердце с надписью «Любовь». Кто бы мог подумать? После этого на экране появляются Нинины фотографии. Начинается мультфильм с идеи. То есть это нужно придумать идею. Или она иногда приходит во сне, или ты просто... Ну, в общем, как-то она приходит. После того, как она пришла, чаще всего нужно ее или записать, или зарисовать. Рассказ, из которого в дальнейшем выйдет сценарий, затем раскадровка. То есть прорисовывается вся история в картинках, после чего иногда делается аниматик. Он делается, когда есть жесткий тайминг. Допустим, вот у нас есть звук, да? Допустим, мы делаем клип. Нужно, чтобы все, что мы там напридумали, влезло в этот клип. А иногда мы напридумывали столько, что оно туда не влазит. Поэтому мы берем наши картиночки, ставим на таймлайн. То есть смотрим в программе для видеомонтажа, чтобы это все нормально, естественно, смотрелось. Если что-то лишнее, выкидываем. Вот, например, аниматик на песню известной группы «Сплин». Даже в таком варианте сюжет весьма понятен. Мы планировали, что в перспективе мы это все нарисуем, и это будет сделано. Но пока что до сих пор не сделали. Правда, сам ролик пользуется в интернете достаточно большой популярностью. У него больше 7 тысяч просмотров. Вот просто даже у аниматика. И большая часть народа хвалит. Нина признается, что больше любит работать в 2D-графике. В своей программе она легко двигает частями тела персонажей. Однако мультик может быть одновременно выполнен с применением 2D и 3D. Подготовка персонажа отличается тем, что в 3D ты его делаешь сразу со всех сторон, вот. А в 2D ты должен каждый ракурс сделать отдельно. То есть нужно персонаж со спины, персонаж с лица, персонаж в профиль. Если у него челка там на какую-то сторону, значит в профиль в одну сторону, и в профиль в другую сторону. А также самая рабочая версия – персонаж в 3 четверти. И самая редкая – персонаж в 3 четверти со спины. Оказывается, проще делать фон в 3D, а героев все-таки в 2D. Но не за бортом остались и другие техники. Неоднократно Нина проводила мастер-классы для детей. Удалось наладить сам процесс, потому что я разделила детей на группы. И мы по трое, по четверо анимировали. То есть я руководила, они двигали эти фигурки. Это был мультфильм «Самовара, паровоза, ветролёт» или «Большое космическое путешествие». У каждого ребенка была своя планета, которую он должен был нарисовать в разных ракурсах, перемещать. Все это снималось на камеру. Затем сами дети озвучивали свои мультики. Это называется перекладная мультипликация. У каждой планеты есть что-то свое, что ярче всего отличает ее. Сатурн непременно узнаешь в лицо. Его окружает большое кольцо. Работа очень кропотливая. На одну сцену может уйти порядка 400-800 фотографий. Затем монтаж. Вот что получилось после 5-минутной перестановки персонажей. Нина сделала ее для нас. Для того, чтобы не было резких скачков на видео, каждым из этих персонажей должен управлять отдельный человек, чтобы за всем уследить. Еще более трудной техникой пользовался автор мультика «Ежик в тумане». Вот еще у нас тут из картонки персонажи, да. У него персонажи делались из пленочки. И вот эта очень подвижная мимика лица, она происходила именно из-за того, что вот он двигал вот эти маленькие пленочки щипчиками-щипчиками. Он делал кадр, потом опять щипчиками-липом. А знаменитые хоккеисты вовсе выполнялись с помощью рисованной мультипликации. По технологии все рисунки переносятся на пленку, где художник не имеет права нарисовать ни одной лишней линии, иначе все всплывет на экране. Еще один вариант – кукольная мультипликация. Ей по сей день занимается мама Нины. Слава богу, сам съемочный процесс делала моя мама сама. Но, правда, я заставляла ее много раз переснимать, потому что, ну, там то камера дрожит, то там она... Но у нее хватало терпения на это дело, потому что, ну, вот есть бабушки, которые сидят на лавочках, а моя мама занималась мультипликацией. Переставление кукол, затем затирка лишних линий от проволок и веревочек – все это на компьютере выполняла Нина. Опыт у нее огромный, и делится она им не только с детьми, но и со взрослыми, также проводя мастер-классы. А все это началось от любви к мультикам с детства, к тем, где есть мораль и борьба со своими внутренними проблемами, чтобы стать лучше на примере героя. В следующей программе «Человек в городе» вы увидите биатлониста. Алексей Адров стал первым в Рязанской области кандидатом в мастера спорта по биатлону. Расскажем именно о нем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин